Я в домике. Он же не сработает никогда. Статья на Конте за 20 марта 2020 года. Дмитрий Жук, он же циник. Мир охвачен мором и паникой. COVID-19 лютует там, где его не ждали, где не готовились его видеть у себя еще месяц назад, будучи абсолютно убежденными властями и прессой в том, что он убивает только китайцев. Почему именно китайцев никто объяснить не может, а хотелось бы услышать. Эта беспечность вылилась для Европы и остального мира на хаотичное несистемное реагирование уже постфактум, когда странным образом сотнями стали умирать свои же граждане, никак не китайской внешности. Оказалось, что для коронавируса не важно, какого цвета у тебя кожа и разрез глаз. Белый и черный для него ничем не отличимы крепостью организмов от желтых. Меня давно одолевает один вопрос, на который не нахожу ответа. Если вирусы настолько быстро могут мутировать, подстраиваясь под нас и наши средства борьбы с ними, тратя на это каких-то полгода-год, а всей остальной фауне и нам в том числе нужны миллионы лет на эволюцию, то какие мы венцы природы? Не является ли сам человек причиной столь стремительных изменений и появлений новых, все более и более смертоносных его видов? Со всеми этими Эблами, ВИЧ, Ханта-вирусами, Денге и Ласса, человечество познакомилось благодаря тем, кто активно занимался бактериологическими видами оружия в прошлом веке. До того сотнями тысяч лет, жившие в обезьянах, лягушках, свиньях и прочей четырехногой живности вирусы, вдруг в одной части заинтересовались человеком, ранее совершенно его игнорируя. Даже не так, над человеком шествовали определенные только ему виды, оспа, тиф, гриб, сифилис и прочее, то есть все были поделены на этой земле, как дойные коровы. У вирусов началась междоусобная война за ареалы, спохватились, запретили бактериологическое оружие и его дальнейшую разработку. Толку! Ящик Пандоры уже вскрыли и закрывать его хотят не все, продолжают и сейчас баловаться со штаммами в лабораториях, разбросанных по всему миру. Особенно заботливы почему-то к штаммам грипповидов А и Б, то есть к тем, которые вызывают те самые эпидемии и пандемии. И именно сейчас, когда COVID-19 косит напропалую, мы слышим три версии его появления и распространения. Китай обвиняет США в попытке уничтожить китайцев на фоне глобального противостояния. США в ответ обвиняют Китай. В том же самом и убеждают всех, что именно китайцы его, породив, разнесли по всему миру. Третья версия гласит о том, что к вирусу и пандемии причастна Россия, у которой ничтожный процент заболевших. И при всем этом она еще и разжигает в Европе панические настроения и сеет хаос. Только этим инфополе изобито в паузах между пессимистичными сводками о числе подозреваемых заболевших и умерших от коронавируса. Такой вот новый этап, ведущийся уже десяток лет гибридной мировой войне. Еще в первых числах февраля, когда было устойчивое убеждение, что вирус поражает только китайцев, говорил, что это чушь. Мне предлагали глянуть на статистику, которая вызывала у меня саркастическую улыбку, потому что уже тогда стоял в Японии туристический лайнер. Уже когда появились первые сообщения о первых зараженных в Италии, люди, поверившие в бред об исключительно китайской хворе, уверовали в новую методичку о китайских туристах, распространителях инфекции. Пытался убедить их в обратном. Нет на земле обособленных народов, кроме мелких племен, в детственных джунглях амазонских лесов. Со времен великих географических открытий прошлых веков мир начал перемешиваться. Америка Веспуччи, Васко де Гамма, Марко Поло, Кук и прочие начали процесс. В дальнейшем за дело взялась экспансия, а позднее колониальные войны. Довершил все с обособленностью 20 век, с его двумя мировыми войнами, локальными конфликтами, глобализацией и мультикультурализмом. Нет в мире чистых, потому что предки и человеческая сущность такова. Похоть – второе имя человека. Любопытство, ну и чувство само собой. Первое десятилетие 20-21 века, когда был огромный интерес к генетике, показал и доказал это. Тогда ринулись делить человечество по генетическим типам, пытаясь выяснить вопросы первородства и как-то обособить группами. И что? Выяснили, что в мире нет уже таковых и стали группировать по преобладающим признакам в геноме. Делиться на сорта – это так свойственно тем, кто хочет преобладать и давлеть над остальными. Только вот вирусы об этом не знают. Они неграмотные и слепые к тому же. Считающие себя венцом природы, продолжают играться с пандуриной шкатулкой, как с кастрюлей, заглядывая в неизвестный. Сами при этом остаются полными невеждами и галактическими профанами, навлекающими на себя все новые и новые напасти. Кличут беду сами. Циник. Я в домике уже не сработает никогда.